В каких машинах перевозят заключенных, кто проводит задержание преступников и как выглядят основные тактики построения с щитами, это и многое другое узнали юнормейцы Сахалина на экскурсии в одной из учреждений ФСИН. Это мероприятие у нас приурочено, скажем так, как профиориентация, чтобы дети участвуют в разных мероприятиях, в разных силовых структурах. УФСИН, Министерство обороны, Росгвардия, полиция, военная полиция, чтобы дети знали, что есть разные профессии и могли в будущем для себя выбрать направление, по которому они продолжат свою жизнь. Юнормейцы увидели, как работает собака с кинологом, основные команды и аспекты дрессировки. Общаться с четвероногим полицейским можно как словами, так и жестами, что очень удобно в условиях плохой слышимости, например, в аэропортах и вокзалах. Дети увидели также, как хвостатый боец производит задержание преступников в подозрительных ситуациях и попытках террора. Ко мне! Изи! В ходе экскурсии дети увидели, как работает подразделение при попытках террористических атак и экстренных ситуациях. Прослушали инструктаж, как себя вести в случае попыток теракта, как в таких случаях работают с щитами и специально обученными собаками. Каким образом задерживают террористов с помощью собаки в местах с плохой слышимостью, а также меры предосторожности соблюдаются при их перевозке. Сегодня мы смотрели, как щитоносцы показывали команды, стена, забор, забор два. И мы сегодня залазили в машины, в которых сажали преступников и очень плохих людей. Юнармия была создана в 2016 году, хотя движение зародилось гораздо раньше путем слияния военно-спортивных игр «Зорница», «Орленок», «Гайдаровец» и других. Областное отделение начиналось со 150 человек. На сегодняшний день количество участников продолжает расти и уже составляет почти полторы тысячи. Галина Ким, Сергей Костенецкий, Сергей Куцвалов, телекомпания ОТВ.